Харьков сейчас. Сегодня 13 августа. Ситуация в городе такая. Ночью сегодня город был обстрелян. В районе часа ночи прилетели ракеты. Куда непонятно. Написали потом позже, что прилетало в Слободской район. Харькову продолжает доставаться. Но я тем временем сегодня направляюсь в Полтаву. И как мы помним ранее я говорил, что помогаю сейчас пожилым людям. Ну и вообще тем, кто нуждается. Сегодня я направился в поезде в Полтаву и по дороге мне попался мужичок глухонемой. Он носил, продавал газеты, кроссворды. В общем, я ему немножко помог. Выделил из бюджета 100 гривен. Ничего у него не покупал. Надеюсь, что ему это поможет. Так как человек старается. Не стоит, не бухает и не попрошайничает. Он реально ходит, работает. Это у него работа. Так как он общаться не может. Другого выбора у него просто нет. Поэтому так вот и живут люди. Далее я встретил по дороге бабушку. Решил бабушке помочь. Бабушка очень обрадовалась деньгам. Была очень благодарна. Сегодня может купить себе мясо, например, покушает или что ей нужно. Сегодня собрал такой продуктовый набор. Ходил в магазин, скупился. Не знаю. Хотел, чтобы в принципе всего было понемножку. Сейчас этот набор упакую в коробок и буду отправлять одной женщине. Даже не женщине. Это женщина пожилого возраста. У нее нет ни детей, ни мужа. В общем, живет она сама. Нуждается в помощи. Я хочу ей помочь. Надеюсь, моя помощь ей будет нужна. Она будет за это благодарна. Ну и ей будет немножко легче в этой жизни жить. Собрал коробок. Понес коробок на Укрпочту. Буду отправлять Укрпочтой. Там немножко дешевле. Посылочку, естественно, сразу оплатил. Пусть бабушке будет помощь. Спасибо. Спасибо.